Офис премьер-министра никак не объяснял его отсутствие. Мы поняли так, что он вовлечен в предвыборные поездки и, насколько я знаю, многие руководители правительства, конкретные лица, они взяли отпуск на период подготовки к выборам. Он достаточно короткий. Наверное, этим все объясняется. — Вопрос связан с кандидатом Генсекова ТКБ. Вы выражали уже свое мнение. Если вам не трудно, еще раз повторю, я понимаю, что вопрос о кандидатуре генерального секретаря приобрел такое прямо-таки пахальное значение для многих. Хотя многие, наверное, до сих пор не особо интересовались деятельностью генерального секретаря. Это, скажу вам, наперед так насторожило некоторых наших участников, что один из них, бывший генеральный секретарь, сказал, лучше я не поеду, чтобы мне не задавали эти вопросы. — Я не знаю, умею ли я вправо так сказать, но мне показалось, что он, в общем-то, как раз не хотел отвечать на эти вопросы. Я тоже не хочу отвечать на этот вопрос по одной простой причине. — Решение не принято. Оно будет принято, как мы слышали, 6-го числа. Я еще раз прошу поднять меня правильно. Я не являюсь никаким уполномоченным организацией договора коллективной безопасности, не принимаю участия в обсуждении, в решении и так далее. — Я могу предположить, что произойдет, но мои предположения, сегодня высказанные, могут затем, ну, как бы, интерпретироваться по-разному. У нас в советские времена было такое понятие, как мобилизующая сила плана. То есть, если вы план принимаете, то уже 5% прироста за счет того, что вы, так сказать, прироста продукции, за счет того, что вот вы всех мобилизуете на выполнение этого плана. Без всяких объективных на это условий, чисто субъективных. Поэтому я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Если я сейчас буду высказывать предположения, то в этом случае обязательно кто-то окажется недовольным. Я не хочу усугублять возникшую проблему. Я хочу подчеркнуть, что она возникла исключительно по той причине, что нештатная ситуация вызвана отставкой представителя Армении генерального секретаря Хачатурова. Этот случай в уставе УДКБ не описан. И лидерам УДКБ, руководителям стран, входящих в УДКБ в Астане и впереди в Питере придется как бы этот вот казус впервые решать подобным образом. То есть, принимать решения. Вы знаете о позициях, которые заняты разными сторонами. Я комментировать их сейчас не буду, чтобы не было никаких по этому поводу дальнейших инсинуаций. Господин Затуллин, а как Вы можете прокомментировать, что вот недавно, совсем недавно члены УДКБ Беларуси и Азербайджан подписали новый военно-технический договор о подставке белорусского оружия в Азербайджан? Как это получается, что две государства, и Россия, и Беларусь продают очень много наступательного оружия Азербайджану? Что Вы можете сказать по этому поводу? Я по этому поводу могу сказать, что, ну я не судья Беларуси, я могу сказать, что все, что касается вопросов подобного характера, должно по всей вероятности обсуждаться в том числе в рамках УДКБ. И если это выходит за рамки союзнических обязательств, то по этому поводу, мне кажется, должны приниматься какие-то решения. Насколько я помню, до сих пор никаких официальных обсуждений вопросов запрета на продажу или разрешения на продажу оружия не было. Хочу также обратить внимание Ваше на то, что если речь идет о продаже, скажем, оружия, то Азербайджану оно продается, а Армении оно предоставляется. Я лично считаю, это мое личное мнение, хочу подчеркнуть, что мы должны принять во внимание озабоченности Армении, тем более в связи с происшедшим в апреле 2016 года, то есть в связи с тем четырехдневным конфликтом, который, к сожалению, унес жертв, много жертв и был первым крупным нарушением режима прекращения огня, которое, кстати говоря, при активном участии России было достигнуто в 1994 году. Мы должны принять это внимание. Это моя личная точка зрения, я ее отстаиваю во всех форматах, и она не является секретом. Все остальное вы уже слышали, да? Москва следит за предвыборной ситуацией в Ереване, и как вы видите армяно-российские отношения после выборов и с новым правительством Армении, которое будет выбрана 9 декабря? Москва следит с помощью специальных шпионов за предвыбор. Я хочу сказать, что Москва, конечно, Россия, и особенно те, кто, вот как я, например, работает, я работаю четвертый раз в Государственной Думе, и четвертый раз в одном и том же комитете, который называется теперь Комитет по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками. И, конечно, я очень внимательно изучаю материалы, поступающие из Армении, и слежу за тем, как движется избирательная кампания. Целая группа депутатов нашего комитета заявлена в качестве наблюдателей на этих выборов. Я тоже. Большому сожалению, я, по всей видимости, не смогу второй раз приехать через несколько дней, но они точно приедут. А между этим будет еще один визит, связанный с юбилеем печальной даты годовщины землетрясения. Приедет, по всей видимости, Николай Иванович Рыжков, который принимал участие большое в ликвидации последствий и так далее. Мы за всем этим наблюдаем. Мы при этом воздерживаемся, как вы заметили, от каких-либо публичных ставок, заявлений. Мы не хотим, чтобы кто-либо имел основания сказать, вы знаете, вы вмешались, поэтому мы победили или мы проиграли. И вообще, это все наше внутреннее дело. Я тоже сейчас не хотел бы расставлять там акценты, кто нам нравится, кто нам не нравится и так далее. Секунду, я хочу сказать главное, что для меня я Армению уважаю как страну, как союзника, как единоверную страну, с которой мы исторически связаны. Для меня Армения дорога. И не только для меня лично, а для всей моей семьи. Мой отец свой первый орден боевого красного знамени получил как командир погранотряда в Гадыруте за ликвидацию чумы в 1935 году на этой территории. Это было в Нагорном Карабахе. Я просто хочу сказать, что мы желаем Армении прежде всего, чтобы она была внутренне стабильной. И чтобы армянский народ и население Армении процветало в результате тех политических выборов, которые они совершают. Мы никому из тех, с кем мы сотрудничали, не отказываем в рукопожатии. Для нас нет запрета на встречи с кем бы то ни было из политических деятелей Армении. Я хочу заранее сказать, потому что я начитался достаточно много в интернете накануне нашего заседания. Почему мы его проводим, ради кого мы его проводим и так далее. Мы, как вы заметили, пригласили всех сюда, всех президентов Армении. Значит, они здесь не находятся, но это, повторяю, приглашение с нашей стороны было сделано. Если кто-то из них здесь появится, мы будем рады его видеть и предоставить ему слово. Мы точно так же пригласили всех руководителей действующей Армении. Знаем, что завтра у нас состоится встреча с президентом республики Армения, Арменом Саркисяном. Это будет для группы российских участников, как он просил, о возвращении его из ограниченной поездки в Федеративную республику Германию. Что касается отношений между Россией и Арменией, то я очень надеюсь на то, что при любых властях они будут развиваться. А сейчас, мне кажется, очень важный момент, когда в силу известных обстоятельств формально дружественные отношения превратились в доверительные отношения. Вот доверие завоевывается достаточно долго и завоевывается, прежде всего, соответствием слов делам. Если мы видим, что слова хорошие, мы рады этому или слышим, что они хорошие в пользу наших отношений, но дальше невольно и вы, и мы всегда проверяем это. А дела соответствуют этим словам или нет? Если они соответствуют, значит, тогда нет проблем.